Всем привет! Сегодня у нас очень классная и достаточно объемная тема, которую лично я очень сильно люблю. Сегодня поговорим о 12 принципах анимации. И кроме того, дополнительная такая тоже сложная, возможно, немножко для восприятия тема, это интерполяция ключей в After Effects, как настраивать классную, динамичную анимацию, или наоборот плавную, и как это все связано между собой и создает тот эффект, который вам, собственно, нужен в вашей анимации. Сегодня у нас таких два больших блока, поэтому давайте сразу же начинать. И начнем мы, пожалуй, с 12 принципов анимации. Я уверена, если вы даже не работали с анимацией до этого момента, стали сделать что-то, то 100% вы замечали различные особенности в мультипликации, в анимации, в частности, сжатия, растяжение объектов и персонажей, различного рода деформации, утрирования, невероятные какие-то искажения по форме. Все это 100% вы видели в популярных мультяшках, например, как Том и Джерри. Поэтому все это достаточно близко и достаточно на слуху. И сейчас я хотела бы по каждому из принципов пройтись, чтобы ваши работы в дальнейшем выглядели более профессионально, более интересно, и чтобы у вас не было недопониманий и каких-то проблем с визуализацией своих идей. Эти принципы входят в сборник об анимации «Иллюзия жизни. Анимация Диснея» и разработанные аниматорами непосредственно студии «Волта Диснея». Это, скажем так, квинтэссенция знаний самой-самой, наверное, популярной студии в мире, начиная с 30-х годов, с момента ее основания. Поэтому, я думаю, это достаточно важный момент для изучения, для освоения анимации в принципе. И если вы хотите стать классными аниматорами, то, естественно, нужно отточить все эти принципы в своих работах. Потому что без них ваша работа никогда не будет выглядеть профессионально, не будет выглядеть презентабельной, интересной. И в принципе, скажем так, не на уровне, не на том уровне, к которому стоит, естественно, стремиться. Поэтому сейчас я предлагаю пройтись по каждому из принципов и разобраться, что, зачем, для чего, как стоит делать, как не нужно делать, какие есть основные моменты, ошибки и мои, допустим, личные, скажем так, рекомендации. Я написала заголовки, как видите, каждого из принципов на английском, чтобы вам было проще, если возникнут какие-то вопросы или желание покопаться в этих моментах более подробно. Я написала это дело все на английском, чтобы было легче искать информацию. Ну, а расшифровку, естественно, буду давать на русском языке, чтобы всем все было, естественно, понятно. Давайте посмотрим на первый принцип. И здесь у меня короткие анимашки, которые иллюстрируют каждый из принципов. И первый у нас это anticipation, это так называемая подготовка движения. Что такое подготовка? Это короткое движение, непосредственно подготовки к основному действию, противоположное по направлению. Допустим, вы хотите сделать такое движение, стоял персонаж и затем он идет вперед. Так вот, невозможно, чтобы персонаж просто стоя на месте резко двинулся дальше по какому-то заданному направлению. Это будет неправильно, это будет резко, рвано и явно непрофессионально. Вам обязательно нужно сделать противоположное действие, то есть своего рода наклон в противоположную сторону. Он немножечко отклонился, перенес вес тела назад и только после этого зашагал в том направлении, в котором вы захотели. Так ваша анимация будет выглядеть гораздо естественнее и ваш персонаж не будет уже создавать ощущение, будто это робот. И он такой без подготовок, без каких-то дополнительных микродвижений шагает, как вы решили. Это касается не только персонажей, это касается и простых каких-то вещей, как здесь, например, кубик подпрыгивает. Он обязательно немножечко сплюснется, схлопнется и только потом выпрыгнет, скажем так, в полный рост наверх. То есть у нас есть обязательно подготовительное такое небольшое движение. Здесь, в этом принципе анимации у ребят, которые впервые начинают что-то анимировать, есть одна проблемка. Проблемка заключается в том, что когда только начинаешь анимировать, не всегда понимаешь, как работает тайминг. О тайминге мы тоже поговорим чуть позже, но тем не менее, не всегда понимаешь, сколько времени на какое движение нужно давать. И часто бывает так, я смотрю, что ребята делают подготовку практически столько же по времени, сколько и основное движение. Из этого оно кажется очень-очень затянутой, а основное движение кажется очень-очень резким и таким рваным. Это неправильно, поэтому подготовка это небольшое движение, а на небольшое движение, естественно, нужно не очень много времени. Только если у вас по задумке нет такого, что да, он плавно-плавно там делает свою подготовку, а потом очень резко выпрыгивает. Но так бывает очень редко, чаще всего все же подготовка занимает достаточно небольшой такой промежуток по времени. Поэтому следите за своим таймингом, сразу выставляйте на основное движение времени побольше, а на подготовку времени поменьше. Следующий принцип у нас appeal. Это наделение персонажа привлекательностью и характером, что делает его более реальным. Что могу сказать в довесок к этой расшифровке? Это то, что ваша основная задача сделать вашего персонажа или какой-то абстрактный объект в кадре более живым. Тогда у вас будет гораздо больше эмоциональная привязка между тем, что происходит в кадре, и зрителем. И за вашим объектом или персонажем будет гораздо интереснее наблюдать. Старайтесь не делать, скажем так, бездушных роботов, которые просто шевелятся, просто поворачиваются без эмоций, без каких-то дополнительных движений. И то, даже если вы делаете роботов, часто в ТЗ и вообще в работе просят наделить их какими-то уникальными свойствами. Например, всеми любимый просто невероятно популярный робот из мультика Валли. Я уверена, вы знаете, о ком я сейчас говорю. Он супер-супер милый, несмотря на то, что это как бы робот, и вроде он должен двигаться как-то очень резко и совершенно бездушно, скажем так. Но нет, самая главная задача это все-таки создать какой-то эмоциональный образ, возможно, какую-то харизму добавить для вашего объекта. Даже здесь, в моем примере, у меня самый простой шарик, и благодаря незатейливой такой анимации мы понимаем, какую эмоцию сейчас у нас передает этот объект. В общем, именно к этим моментам исходится данный принцип. Наделяем персонажа, скажем так, харизмой и привлекательностью, за чем будет интересно потом, впоследствии, следить зрителю. Следующий принцип у нас, принцип арки. Движение по дугообразной траектории выглядит более плавным и приятным для глаза. Это совершенно точно, и в дальнейшем, когда будем с вами работать уже с траекториями движения, вычищать их, настраивать как следует, всегда был просить вас сделать их очень плавными, очень сглаженными, без каких-то, скажем так, необоснованных петель, непонятных точек и так далее. Старайтесь всегда стремиться к плавным, плавным очень, скажем так, гармоничным формам, таким как арка. Это, считайте, полукруг. Ну и в частности, это связано еще немножечко с физикой, если мы говорим с вами про, например, прыжок, как здесь у меня на примере, да, что у нас угол падения равен углу отскока, поэтому у нас должна быть идеальная арка здесь, в этой траектории. Это тоже одна из основных, на самом деле, ошибок для новичков, когда только начинают анимировать прыжки и так далее. Чаще всего здесь не идеальная, скажем так, окружность, да, половина окружности арка, а какая-то непонятная дуга, которая совершенно негармонична. Из-за этого прыжок, в частности, кажется очень неестественным и очень несбалансированным. Поэтому старайтесь, опять же-таки, вашу траекторию вычищать как можно лучше. Следующий принцип у нас это базовое знание рисунка, линейные перспективы и объема. Я скажу так, в процессе, скажем так, общения с дизайнерами, с аниматорами часто сталкиваюсь с вопросом, нужно ли дизайнеру уметь рисовать или там аниматору уметь рисовать также. Я скажу честно, я имею опыт, скажем так, классического рисунка. Я училась в академии, где это был один из, скажем так, профпредметов. И я умею в какой-то степени рисовать классический рисунок, классическую живопись. Так вот, я скажу со стопроцентной уверенностью, что эти знания мне лично очень сильно помогли и пригодились. Если у вас нет такой возможности или вы никогда не интересовались рисунком и не рисовали, скажем так, просто на бумаге, то это не страшно, это не беда, это совершенно не значит, что все ваши возможности здесь просто исчерпались и вы никогда не станете аниматором. Конечно, нет. Что я могу сказать в дополнение к этой истории? Если вы не умеете рисовать, то это не страшно, просто нужно подтянуть некоторые моменты, связанные с линейной перспективой, например. Понять, как работает воздушная перспектива, как строится объем, потому что в дальнейшем это вам очень сильно пригодится, вы сможете условно проворачивать какие-то объекты, они будут выглядеть натурально, не будет каких-то искажений непонятных, все будет максимально логично. Построение тела, например, знание каких-то базовых моментов пропорций человеческого тела, чтобы затем у вас появилась возможность их утрировать и делать какие-то части более выразительными, какие-то менее выразительными. Знание вот таких базовых моментов поможет вам выигрышно, скажем так, отличаться на фоне тех коллег, которые, скажем так, пренебрегают этим моментом, которые не интересуются, сколько условно голов в теле человека помещается. 7, 8, 10, 15, непонятно. Вот, поэтому я рекомендую все-таки ознакомиться с такими базовыми вещами, чтобы у вас в дальнейшем было как можно меньше проблем, когда вы начнете условно рисовать дом, и вам нужно будет его провернуть, и вы поймете, что вы не понимаете, как он выглядит сверху, снизу, справа, слева, и как это все дело анимировать. Поэтому, да, знание рисунка все же это преимущество, и какие-то вещи все-таки стоит изучить, стоит подтянуть. Ну, а если вы умеете рисовать руками, то это вообще на самом деле супер классно, и это упрощает во многом жизнь. Я уже рассказывала о том, что я рисую руками сториборд, мне гораздо проще рисовать в иллюстраторе, я понимаю, как работает там пластика тела, как строятся все эти пропорции и так далее. Мне гораздо в этом плане проще. Поэтому, если у вас есть возможность, есть, скажем так, такое желание, я, конечно же, рекомендую качать свой скилл и в рисунке, в классическом рисунке тоже. Так что вот такой совет от меня касательно этого принципа анимации. Следующий принцип анимации – это у нас преувеличение как в движениях, так и в образах. Давайте сейчас вот непосредственно посмотрим на пример, который я здесь делала. И у меня есть два одинаковых шарика, и затем они становятся злыми условно, да, агрессивными. Ответьте сами себе на мой вопрос. Какой из этих шариков условно выглядит гораздо убедительнее? Так вот, я предвосхищаю ваш ответ. Естественно, это тот, который справа, тот шарик, который у нас становится, кроме того, что у него появляется мимика злая условно, да, агрессивная, у него изменяется объем, у него изменяется форма, она становится более острой, колючей, агрессивной. Он еще и подскакивает, и таким образом усиливается эту эмоцию. Конечно, это выглядит гораздо более выразительно, чем просто шарик, у которого ни цвет, ни форма, ни размер, ничего не поменялось, только появилась, скажем так, агрессивная мимика. Поэтому вы наверняка видели и замечали, как утрируется и, скажем так, деформируется вообще форма эмоций, все, что вообще можно деформировать в анимации, в мультяшках, в том же Том и Джерри. И я сто процентов уверена, что вы замечали это даже, скажем так, невооруженным глазом. Самое главное здесь, это не только замечать, но еще и применять это все в своей работе. Поэтому если у вас какая-то эмоциональная сцена, у вас какая-то динамичная сцена, не стесняйтесь, не бойтесь делать преувеличения, делать различного рода экстремальные деформации. Это очень-очень классно. И это преимущество анимации перед, скажем так, видео, потому что видео как сняли, так и будет по сути. А в анимации вы сами вольны решайте, где у вас будет преувеличение, где у вас будет более реалистичная анимация. И все это миксовать и создавать таким образом просто невероятные классные эффекты и привлекать зрителя этими эффектами. Поэтому, да, старайтесь делать анимацию более экстремальной. Но тут же есть еще небольшая такая моя ремарка. Когда начинают ребята делать анимацию, в принципе, им очень нравится этот прием. С одной стороны, одним нравится прием, с другой стороны, некоторые не совсем дотягивают и боятся экспериментировать. Но сейчас говорю о тех, кому нравится этот прием. Так вот, этой части людей он настолько нравится, что иногда они делают это немножечко необоснованно, немножечко, скажем так, безидейно. Да, преувеличивать классно, но у вас должен быть главный такой, скажем, классный концепт вашей анимации. Если у вас, скажем так, какой-то более спокойный, более философский, возможно, ролик, и вы начнете там деформировать, просто изменять формы, и там будет такая просто беготня, как в Том и Джерри, то это рушит весь ваш концепт. Поэтому старайтесь подводить все эти принципы под тот концепт, который есть у вас в голове, на бумаге, в Google документе, где угодно. Это основной такой момент, и здесь, вот именно здесь, может вас подстерегать такой, знаете, скажем так, скажем так, есть подводный камень в этом самом моменте с этим принципом анимации. Так, этот принцип анимации я не буду озвучивать на английском, потому что я все еще пытаюсь улучшить свое произношение, поэтому ограничусь просто расшифровкой. Свободные части тела продолжают двигаться даже после остановки основного объекта по заданной траектории. Возможно, возможно, это сейчас прозвучало немного непонятно и немножечко, скажем так, нужно время, чтобы осознать, о чем здесь идет речь, но я попробую вам все дело объяснить более подробно. У нас есть основной объект, вот он, этот шарик, к которому крепится условно какой-то дополнительный объект, например, этот хвост, и у нас идет движение влево и вправо. Так вот, наш основной объект останавливается, но обратите внимание, в тот момент, когда основной объект останавливается, второстепенный, привязанный к нему, все еще продолжает двигаться. Он не замирает вместе с основным, не делается такое роботизированное, опять же, движение, которое четко влево-вправо и замерло, и больше ничего не происходит. Нет. И это тоже создает ощущение, что наши объекты, даже если они абстрактные, даже если они просто кружочек с каким-то дополнительным прямоугольником, и все, создается эффект, что они эмоционально, скажем так, наполнены, и они живые. Поэтому не делайте резких пауз, не делайте резких каких-то замираний объектов, старайтесь продолжать движение, особенно это касается второстепенных вещей, которые привязаны у вас к основному. Что это может быть помимо, там, просто кружочка и прямоугольника, да? Например, это уши, это тот же хвост, это те же руки. У вас не будет такого движения, что, допустим, прыгал-прыгал заяц, затем он замер, и уши замерли вместе с ним. Нет, скорее всего, они еще как-то там улягутся, пока основной объект у вас уже находится в состоянии покоя. Поэтому старайтесь разнообразить свою анимацию, старайтесь не делать резких-резких пауз. Это будет большим плюсом. Сегодня много раз повторяю слова, я пытаюсь выделить те моменты, которые я считаю очень важными, и на которых часто с первого раза не всегда получается сделать так, как хочется. Итак, следующий принцип у нас Secondary Action. Создание взаимосвязи между несколькими объектами в сцене. Один объект влияет на другой. Итак, все в сцене, все объекты в сцене, которые у вас имеются, все они для чего-то там нужны. Поэтому, когда у вас происходит анимация с каким-то одним из этих объектов, то нельзя просто так сделать ему анимацию, а все остальное окружение никак не будет на это реагировать. Это выглядит странно, и объект выглядит, скажем так, вырванным из контекста. Поэтому, если у вас есть какое-то взаимодействие между несколькими объектами, если одно движение подкрепляет второе движение, то это будет гораздо лучше, и это будет просто на порядок выше, чем если у вас один объект, он просто как-то там шевелится, и на этом все закончилось. К этому же принципу secondary action мы можем с вами отнести... Давайте еще раз проиграем. Можем с вами отнести не только взаимосвязь между двумя разными объектами, но и движение, например, у персонажа. Условно. Представляем, что у вас стоит ослик на полянке, и он ест травку. И на этом как бы все. Это основное движение. Ослик ест травку. Так вот, естественно, ваш ослик будет выглядеть гораздо более, скажем так, живым и интересным, если у вас помимо основного движения будут какие-то дополнительные второстепенные движения. Он будет моргать, он будет вилять хвостиком, у него будут как-то там шевелиться ушки. Все это создает полную картину, создает ощущение, что ослик у вас, опять же-таки, не роботизированный. Я сегодня много отсылаюсь к роботам, но это так и есть на самом деле. Наша главная задача – это избежать этого отвратительного, скажем так, эффекта, когда у вас все замирает, и четко по такому кому-то известному только вам регламенту шевелится. Нет, нам нужно сделать классную наполненную анимацию. Поэтому второстепенные движения очень классно дополняют основное движение и делать его более цельным, не вырванным, скажем так, из контекста. Slow in и slow out. Добавляя больше кадров в начале и в конце анимации, можно создать эффект ускорения и замедления. Этот принцип анимации мы с вами будем использовать очень-очень много. И в частности, мы к нему вернемся и будем его прорабатывать, когда начнем разговор об интерполяции ключей, как их настраивать. И там вы увидите, как делать непосредственно замедление в начале и в конце движения и ускорение посередине, или наоборот, как-то миксовать эти все понятия. Это все, скажем так, относится уже к теме интерполяции, и когда будем ее рассматривать, я подробнее на этом остановлюсь. Поэтому давайте сейчас посмотрим следующее. Squash and stretch. Это, наверное, один из самых популярных принципов анимации. Как и подготовку, я уверена, вы тоже это замечали. Как-то, скажем так, возможно, не осознавали, но точно где-то видели. Squash and stretch – это сжатие и растяжение, деформация объекта, чтобы показать вес и скорость. Что можно здесь сказать? Есть один момент, который тоже, скажем так, является проблематичным для ребят, которые только начинают свой путь в анимации. Squash and stretch – это сжатие и растяжение, но при этом у вас не должен, скажем так, теряться условно объем. Чтобы показать, что я имею в виду, давайте пойдем в автор. Я создам композицию какую-нибудь. На 3 секунды. И сделаю какую-нибудь простенькую анимацию. Так вот, когда мы делаем с вами Squash and stretch, у нас не должен теряться, скажем так, объем. Что имею в виду? Если мы с вами сжали условно, я сейчас приблизительно называю цифры, не обязательно прям цифра в цифру это делать. Именно хочу показать вам основной концепт. Если мы с вами условно сжали этот объект до 90%, со 100 до 90%, то растянуть мы его должны на столько же. То есть у нас получится 110 и 90 параметры. Тогда мы компенсируем как бы второй величиной, и у нас получается один и тот же объем, просто в разных, скажем так, местах. То же самое и наоборот с растяжением. Если я растяну его на 120 по Y, то я его сожму на 80 по X. И тогда у меня объем не изменится. Изменятся параметры, но объем останется таким же. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы в конце анимации у вас просто элементарно не поменялись формы, не поменялись объемы. Потому что можно увлечься и начать делать эти деформации так сильно, и вот забывать об этих пропорциях, что к концу вашего ролика у вас просто уже будет какой-то непонятный другой объект, непонятная другой форма. Если, конечно же, это у вас не стоит в ТЗ, не стоит в вашей задаче, а чаще всего оно как бы так и есть, оно не является целью. Вам нужно сохранить объект, скажем так, в первоначальных пропорциях. Поэтому следите за моментом сжатия растяжения, насколько вы сжимаете, насколько вы растягиваете, и как это все, скажем так, взаимодействует друг с другом, какие у вас при этом остаются пропорции. Сейчас моя анимация выглядит не круто, совершенно нет. Ее нужно дорабатывать. И как дорабатывать это все в моменте с интерполяцией. Но, тем не менее, самый главный момент сейчас у меня объем остается прежним. Да, он сжимается, он растягивается, но объем у меня как бы какой был, такой и остался. И в конце он, естественно, должен стать как есть. 100 на 100. Я, когда только начинала учиться и вообще анимировать это все, я не знала об этом моменте, и я никак не могла понять, почему моя анимация сжатия растяжения выглядит так, как бы это странно ни звучало, ненатурально. То есть, что-то происходит не то. Я вроде сжимаю, вроде как бы преувеличение какое-то делаю, но при этом оно все равно выглядит неестественно. А выглядит оно неестественно, потому что у меня все время меняется объем. Например, если бы изначально, когда я только начинала анимировать, у меня бы это выглядело как-то вот так. А как, ну, я сейчас струирую, да, допустим, как-то вот так. А как это может так выглядеть, если у меня изначально мой кубик был такого размера? Почему он вытянулся до таких невероятных масштабов? Ну, то есть, это уже совершенно другой объект, совершенно другими объемами. Поэтому старайтесь избегать этот момент, чтобы у вас не было такого недоразумения посреди анимации, посреди ваших ключей, что у вас начинался объект с одними пропорциями, а затем он стал каким-то вообще совершенно другим. Следующий принцип анимации у нас стейджинг. Сцена, понятная для зрителя, где он сразу может определить главные и второстепенные объекты. Вот с этим принципом анимации, скажем так, я работаю лично до сих пор и очень, скажем так, пристальное внимание уделяю этому моменту. Особенно это связано с этапом иллюстрации, с этапом, скажем так, где вы продумываете, как у вас будет выглядеть ваша сцена. И здесь самый главный подводный камень, это когда у вас нет главного, нет второстепенного, нет переднего, заднего плана, непонятно куда смотреть. Вы, как те люди, которые, скажем так, задают вектор для зрителя, вы должны сами для себя решить, что у вас будет главным в сцене, ключевым, куда все внимание должно быть сосредоточено. Здесь вам и основы цветоведения, и привет от композиции, и все, что мы с вами проходили, все собрано в этом принципе здесь. Вы по максималке должны все это дело применять. Задний фон должен оставаться задним. Как вы можете сделать его задним? Возможно, вы сделаете его менее контрастным, возможно, вы сделаете его условно каким-то линейным, а основные объекты у вас будут с заливкой. Я не знаю, это полностью зависит от вас, это полностью зависит от вашего вкуса, от вашей, скажем так, режиссерской задумки. И все это, скажем так, на вашей совести. Но то, что вы должны определить за зрителя, что и как, куда ему смотреть, это 100%. И это связано у нас с принципом стейджинг. Вот у меня задний фон сразу отделяется, я понимаю, что три этих деревка у меня главные, я уже сразу вижу, куда мне смотреть, как к зрителю. Следующий принцип straight ahead и post-to-post action. Straight ahead означает прорисовку кадр за кадром последовательно. Post-to-post означает, что сначала делаются ключевые позы, а затем прорабатываются переходы между ними. Что я могу сказать? Этот принцип, на мой взгляд, немного, скажем так, устарел для нашего формата работы, так как мы работаем с вами в авторе, и по сути мы с вами изначально работаем в контексте post-to-post. Мы ставим с вами ключи, и это наши позы. Автор уже прорисовывает между ними, скажем так, промежуточные кадры. И наша главная задача выставить эти ключи, эти позы, как можно более ярко, эффективно и классно. Этот принцип очень хорошо подходит для, скажем так, покадровой анимации, потому что анимация Disney, естественно, была изначально покадровой, а мы помним, откуда все эти принципы. Поэтому немного, скажем так, не про нас, потому что просто у нас выбора-то особо нет. Мы работаем с вами в контексте post-to-post. Следующий принцип у нас, принцип это работа с таймингом. Меньшее количество кадров делает движение более быстрым. И наоборот, большее количество кадров делает его медленным и плавным. К таймингу опять же-таки вернемся, когда будем говорить про интерполяцию, про ключи в авторе и так далее. Но здесь в самом начале, если помните, я говорила о том, что на подготовку, как правило, ребята делают очень много времени, а на основное движение, наоборот, очень мало почему-то. Это все к вопросу тайминга. Какое движение будет длиться у вас сколько времени? Плюс тайминг влияет еще и на ощущение веса вашего объекта. Например, если у вас какой-то кубик условно скользит по какой-то поверхности, если он достаточно быстро тормозит и останавливается, то есть ощущение, что это более тяжелый объект. Если же он, наоборот, долго-долго скользит и никак не тормозит, то, естественно, есть ощущение, что это более легкий объект. Таким образом, с помощью тайминга вы можете настраивать ощущение веса вашего объекта. А ощущение веса это тоже важный момент. И наше домашнее задание, кстати, будет завязано на этом ощущении также. И чем лучше вы освоите, скажем так, этот инструмент, чем лучше вы начнете чувствовать тайминг, сколько времени, на какое движение, для какого объекта, тем лучше и профессиональнее будет у вас анимация. Как по мне, этот навык приходит с опытом, как и многие здесь. Есть хорошая настройка тайминга. И чем больше вы будете делать упражнений, тем, конечно, лучше у вас будет ваша анимация, лучше вы будете чувствовать этот тайминг. Ну и теперь давайте поговорим об интерполяции. О, страшное слово, возможно. Но на самом деле все не так сложно и не так страшно, как кажется. Хотя, возможно, с первого раза не все получится понять, не все получится осознать. Но, опять же таки, все приходит с опытом. Чем больше вы делаете, чем больше вы тренируетесь, тем легче вам будет потом работать и с таймингом, и с ключами, и с интерполяцией со всем на свете. Я подготовила вот такой файл, да, где у меня отображены все виды интерполяций в авторе, с графическим отображением их в программе непосредственно. И нам нужно будет пройтись по каждому из них, как их настраивать, какие у них свойства и что это такое. Прежде всего, давайте коротко о поляции. Интерполяция – это, скажем так, алгоритм, способ автора просчитать вот этот непосредственный промежуток между одним кейфреймом и следующим кейфреймом. То есть, где у вас будет замедление, где будет ускорение, или наоборот не будет ни замедления, ни ускорения, или, возможно, вообще не будет никаких промежуточных кадров. Вот это все, весь этот комплекс расчетов, алгоритмов, все это дело называется интерполяцией. Поэтому давайте пойдем в автор и сразу же с вами начнем смотреть. У меня здесь моя анимация. Вот она. И когда я ставлю первый свой ключ, и когда я вообще только начинаю работать с анимацией, у меня, как видите, все ключи обозначаются такими ромбиками. Что это значит? Что у меня сейчас идет линейная интерполяция, и у меня нет нигде ни замедления, ни ускорения. Все идет с одинаковой скоростью. Эти ромбики как раз-таки помогают нам это понять. Кроме того, у нас есть с вами траектория движения. Вот она. И на ней у нас есть такие маленькие точечки. Это расположение кадров вот этих между двумя ключами. И мы видим, что они располагаются у нас с вами с одинаковой скоростью, с одинаковым расстоянием. Это еще один такой маркер, на который вы можете обращать внимание и смотреть, где у вас замедление, где у вас ускорение. В данном конкретном случае, еще раз повторяю, у нас нет ни замедления, ни ускорения. У нас все идет с одинаковой скоростью. Я могу сказать, что когда только начинаешь делать анимацию, часто забываешь про этот момент и оставляешь линейные ключи, так вот как они есть, с вот таким вот отсутствием изменения скорости. Так и оставляешь. Это неправильно, это ошибка. Нужно все-таки регулировать, где у вас будет замедление, где ускорение. Нужно это дело все редактировать. Но это также не значит, что у вас теперь должны быть какие-то замедления и ускорения. Нет, у вас, возможно, будет где-то и постоянная одинаковая скорость. Это вполне окей. Просто нужно понимать, что вы контролируете этот вопрос и вы понимаете, почему у вас здесь так, а в другом месте иначе. Например, давайте сделаем легкую анимацию прыжка этого кубика и на ней будем смотреть с вами следующие типы интерполяции. Я хочу сделать такое зависание здесь, когда он подпрыгивает, вот в этом ключе, чтобы он мне немножко подзавис в воздухе. У меня таким образом будет такая классная, скажем так, утерированная анимация. И здесь мне уже понадобится мой граф-эдитер и мне понадобится другой вид ключей. Это ключ изи-изи. Он включается вот здесь, вот эта кнопочка изи-изи, видите. Я жмакаю на нее и у меня мой график становится таким, скажем так, дугообразным. Кроме того, я могу сделать интерполяцию изи-изи, нажав на вашей клавиатуре кнопочку F9. Вот та же самая история получается. Что у меня изменилось? У меня изменился график, а следовательно у меня изменилась еще и скорость движения. Если вы посмотрите на траекторию, на эти маленькие точечки, то когда я нажимаю F9, у меня меняется расположение этих точек. То есть у меня здесь к концу движения их становится гораздо больше, в плане они становятся более близко друг к другу. А здесь в середине движения у меня такой уже достаточно заметный разрыв между этими точками. Это значит, что в этом месте у меня будет ускорение движения, то есть будет более резкое движение. А в этом месте у меня будет более плавный вход или выход из анимации. Давайте смотреть, как это все выглядит на графике. Опять же, если у вас такой пик графика, значит у вас в этом месте будет ускорение. Если у вас график идет уже более плавный, спокойный дугой, ближе к, скажем так, к основной направляющей, горизонтальной, то у вас здесь будет замедление. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Сейчас, возможно, я предполагаю, что вы не видите особой разницы, поэтому давайте сдублирую я этот шейп и посмотрите, как все будет выглядеть. Итак, здесь у меня линейная интерполяция везде, а здесь у меня есть зависание сверху. Давайте смотреть. Ну, я думаю, видите, разница в скорости уже заметна, потому что этот явно запаздывает, правый кубик. Кроме того, мы можем с вами это все дело, скажем так, утрировать и можем делать с вами больше паузу, больше зависания добавлять. Вот я редактирую усы без е у своего графика, и у меня здесь, видите, как набегают точки, как их становится много. Чем больше точек, тем дольше будет это самое зависание здесь. Тем меньше там будет движение, поэтому создаются ощущения зависания. Ну вот теперь точно заметно, совершенно точно заметно, что здесь у меня гораздо дольше идет такое зависание. Давайте сделаем еще плав-подъем. Добавим здесь тоже интерполяцию изи-иди на начале и отредактируем еще и здесь. Когда у меня график становится, скажем так, полностью дугообразным, то принцип работы с ним не меняется. Чем плавнее у вас здесь вход, чем он дольше длится, тем больше у вас будет замедление движения. И наоборот, чем быстрее пик, тем динамичнее и быстрее будет происходить движение в этом моменте. Кроме того, опять же, не забывайте про эти маркеры, эти точечки, где вы можете смотреть, как у вас набегают ключи, сколько ключей вы даете на начало движения и сколько ключей вы даете для середины и для конца движения. Для середины у меня буквально раз, два, три, три ключа. То есть здесь будет очень быстрое движение. Давайте смотреть. Я пока этот ключу. Видите, да, он супер динамично выпрыгивает вверх, и при этом очень плавно, достаточно приличное количество времени зависает в этой точке. Давайте отредактируем с вами. Какие-нибудь еще вот так. Да, выглядит отлично. Кроме того, возможно, когда вы открываете ваш граф-эдитор, у вас нет таких линеечек, у вас нет таких графиков. Все это возможно, потому что у вас возможно какие-то настройки отображения. Проверьте, пожалуйста, чтобы у вас стояла галка напротив Edit Speed Graph. Если она не будет стоять или будет стоять Value Graph, то у вас будут совершенно другие графики, совершенно другой параметр вы будете редактировать. Мы сейчас говорим, естественно, о графике скорости. Нам сейчас интересен график скорости. Давайте сделаем небольшой отскок сразу же. И я на нем покажу следующие функции. Когда у нас с вами объект падает, здесь такой хороший, удачный пример, я могу много всего рассказать на нем. Но когда объект у нас с вами падает, у нас не будет здесь никаких изи-изи, никаких сглаживаний. У нас с вами будет здесь линейная интерполяция. Потому что в реальном мире у вас нет никогда замедления, когда объект падает. Вы бросаете яблоко, оно приземляется на пол, и оно не зависает где-то в сантиметрах от 10 от пола, не зависает в воздухе и не притормаживает. Нет, оно падает с определенной скоростью, ускорение свободного падения, и нет никаких торможений, никаких замедлений. Поэтому, когда объект приземляется, чтобы это лучше показать, что он, да, он плюхнулся на пол, на какую-то поверхность, здесь я советую оставлять все-таки линейную интерполяцию, не делать замедление. Тогда будет более гармоничная анимация. Так, у меня поднялся вверх. И поднявшись вверх, у меня здесь снова будет небольшое зависание. Давайте настроим график. И посмотрим, что вышло. Что сейчас плохо? Плохо то, что у нас на маленькое движение, да, на небольшое движение вот этого отскока, то есть какое у нас было движение первое и какой у нас отскок, совершенно в 2, а то и в 3 раза меньше, у нас идет такое же количество времени. Это неверно. Это к вопросу о тайминге. Поэтому всегда смотрим, какое движение, в каких пропорциях и масштабах вы даете времени. Поэтому я подтягиваю это время отскока, чтобы было поменьше. И смотрим теперь. Теперь уже гораздо более, скажем так, понятная анимация. Понятно, примерно, даже какого веса этот объект. Да, он тяжелый, он всего раз отскочил, и он практически не деформируется никак. Сейчас я не добавляла эту анимацию, но тем не менее. Есть ощущение, что это такой, знаете, монолитный кубик. И вот такими несложными махинациями вы можете делать различного рода эффекты, различного рода, скажем так, массы объектов, добавлять им дополнительные параметры. И это супер важно. Это будет частью вашего домашнего задания. Кроме того, ребят, я хочу еще также показать вам еще несколько подвидов этой интерполяции сглаженной. Так называемый easy in и easy out. Давайте все вернем, как было, на линейную. А, у меня есть линейная, отлично. Линейная интерполяция. Easy in, easy out. Вот эти кнопочки. Easy in, easy out. У нас делают замедление или ускорение в начале или функции вашей анимации. Поэтому здесь на самом деле все очень просто. Вы можете даже руками это сделать. Вот так вот потянуть ваш один из ключей с одной какой-то стороны, с которой вы хотите сделать замедление. И у вас получится easy in, easy out, в зависимости от того, где у вас будет это ускорение. Обозначается это вот таким кружу, вот таким кифреймом, да, такой иконкой. Значит, слева у вас будет замедление, а справа уже у вас будет все с одинаковой скоростью. Следующий вид интерполяции, который я хочу вам показать, это интерполяция hold. Давайте посмотрим. Итак, у меня есть наша анимация. Нет, кадр удалю, он лишний. И теперь задаю интерполяцию hold. Правой кнопкой в hold keyframe говорю хорошо. И как вы видите, все точечки между ключевыми кадрами у меня пропали. Давайте смотрим на анимацию. Вот и вся анимация. То есть при режиме hold у нас с вами не будет никакой прорисовки промежуточных кадров. У нас будет отображаться изменение только на ключевых фреймах. Это полезная штука на самом деле. Если вам нужно как-то сделать какое-то переключение между режимами условно, или вам, возможно, хочется сделать а-ля покадровую анимацию, как-то там пошевелить и чтобы у вас не было промежуточных никаких прорисовок между кадрами. То есть эта функция на самом деле не кажется такой бесполезной, как она кажется с самого первого раза, когда с ней знакомишься. Поэтому я ее пользуюсь. Здесь у нас разное отображение ключей, но основное это, конечно, вот такой прямоугольник с права, слева, неважно. Так у нас будет выглядеть с вами hold ключи, либо же полностью квадратик. Обращайте на это дело внимание. Следующий момент, который я хочу показать, давайте вернем все в линейную интерполяцию. Я с зажатым контролом нажимаю на выделенные ключи. Вот у меня все в линейном. Я хочу показать еще один момент. Например, у меня квадратик двигается вверх-вниз и влево. И здесь у меня появляется не очень красивая дуга. Что делать, если мне нужна исключительно прямая траектория здесь и вот здесь без петель? Ну, во-первых, вы можете инструментом Convert Vertex Tool жмакнуть в этот ключ, попытаться в него попасть. Давайте попадем. Вот, попали. И таким образом изменить траекторию. То есть Convert Vertex Tool у нас работает не только с шейпами, потом посмотрим, как им редактировать шейпы, но еще он работает с траекторией. То же самое и с Selection Tool. Мы можем с вами выделять ключи, какие нам нужны, и менять траекторию, как нам захочется, как нам нравится, переставлять эту траекторию. Ну, а если у вас, допустим, таких ключей много, больше, чем один, или вот так, как у меня было неудобно в него попадать, то есть с какого раза я попала, то есть другая команда для всего этого дела. Выделяем все ключи, которые мы хотим, чтобы были прямые отрезки, правой кнопкой, keyframe interpolation, и здесь во втором окошке мы с вами выбираем линейную интерполяцию. Это второе окно отвечает у нас за интерполяцию для непосредственно траектории движения, а первое у нас отвечает за интерполяцию для ключей, которую мы с вами настраивали в Graph Editor. Поэтому выбираю линейную интерполяцию, говорю окей, и все, чудо произошло, у меня все двигается по прямой, как мне нужно, как без всяких непонятных изгибов, траекторий и так далее. Так что не забывайте, пожалуйста, проверять вашу анимацию на вот такие некрасивые дуги, это сразу читается, что это не, скажем так, не задумка автора, что так быть не должно, поэтому подчищайте кривые, это то, что я говорила в начале о принципе арок, подчищайте свои кривые, если вам не нужна здесь такая дуга, то, естественно, старайтесь это все дело выпрямлять. Ну и плюс работа с усами без е здесь точно такая же, как в иллюстраторе рисовали формы, принцип точно такой же, я могу менять, скажем так, делать здесь по прямой, а здесь делать кривую, то есть как мне нравится. Траекторию можно редактировать точно так же, как в иллюстраторе рисуете формы, то есть все то же самое. Следующий и последний, даже не последний, а предпоследний момент, который я хочу показать, это плавающие ключи. Плавающие ключи у нас с вами могут появиться, только если у нас как минимум есть три кифрейма, это более чем достаточно. Как сделать плавающие ключи правой кнопкой, я говорю roll cross time, говорю окей. И у меня, видите, деформируются мои иконки кифрейма, становятся такими маленькими-маленькими кружочками. Что делают плавающие ключи? У меня анимация никак не поменялась, но правые плавающие ключи у меня редактируются с помощью первого и последнего кифрейма. То есть если я тяну за последний, у меня анимация сжимается. Вы видите, плавающие ключи, вот эти, которые посередине, у меня полностью подстраиваются под мой масштаб. То же самое с первым ключом, давайте тяну, видите, тоже изменяется все, все подстраивается. Не как у нас в первом варианте, да, если я тяну за первый ключ, то просто тянется первый ключ. Нет, у нас полностью деформируется анимация. То же самое, если я сделаю здесь easy-easy, да, F9. Вот мои плавающие ключи, такие кружочки, они полностью подстраиваются под траекторию. Если я буду менять график, они также подстроятся под эту траекторию. И моя анимация подстроится под то, что я настроила. Удобно, если вам нужно вот такие два контрольных ключа, и вы не хотите заморачиваться с тем, чтобы редактировать здесь промежуточные. Достаточно удобная штука. Но помните, что чтобы создать плавающие ключи, вам нужно минимум три кифрейма. Иначе у вас не будет никакого промежуточного кифрейма, и нечего будет редактировать. Если вы хотите вернуть какой-то из ключей, сделать его обычным, то просто тянете за него, и все окей. Просто жмакаете на него, и он становится линейным. И можете затем это дело редактировать. А вот теперь точно последний вид интерполяции. Давайте идем в граф-эдитер. Я выделю все это дело. И здесь вот такая иконочка. Convert selected keyframes to autobusie. Говорю хорошо. И у меня кифреймы преобразуются в такие более крупные кружочки. Это, скажем так, вид интерполяции, когда автор пытается сгладить, уравновесить скорости. Он вот так вот все дело пытается подровнять, сделать плавный вход, плавный выход из анимации. И бывает полезно, если вы делаете, например, анимацию камера, она у вас куда-то сначала слева направо двигалась, а потом замерла. И вам хочется сделать такой небольшой зуб, небольшой наезд. И чтобы не было никаких толчков, пауз и дерганий, то, возможно, вам понадобится здесь как раз-таки вот этот режим autobusie. И поэтому тоже старайтесь думать о том, какой конкретный вид интерполяции подходит под ваши конкретные задачи. В общем, в принципе, на самом деле это все про интерполяцию. Я думаю, должно быть в принципе более-менее понятно. Но единственное, что вы точно все это сможете осознать, понять и применить на практике, только если будете делать задания, если будете как можно больше упражняться. Это, конечно, 100%. Теперь давайте пару слов касательно вашего домашнего задания. Домашнее задание мы делаем уже с вами непосредственно в авторе. И заключается оно вот в чем. Вам нужно будет сделать короткий ролик, не длиннее, скажем так, 70 секунд, возможно, секунд 5, неважно. Вот один из примеров, несколько примеров здесь я сейчас покажу. С помощью простых геометрических форм, как здесь, как делала сегодня я с деком, вам нужно будет сделать небольшую композицию в той цветовой гамме, которая вам больше всего понравилась в наших первых занятий. Давайте следующий пример. И сделать такую небольшую анимацию взаимодействия. Но не просто взаимодействие, а с использованием как можно большего количества тех 12 принципов, которые мы сегодня посмотрели. Squash and stretch, подготовка, возможно, staging, если у вас будет какой-то там задний фон. Все, что вам понравилось, что вы хотите потренировать, все эти принципы, пожалуйста, используйте. Плюс я попрошу вас, чтобы вы точно-точно осознали все принципы, которые используете. Я попрошу вас лично для этого задания сделать здесь небольшой такой по пунктам список. Допустим, первое staging, второе там у вас будет appeal, третье у вас squash and stretch, четвертое там подготовка, преувеличение. Все, что вы использовали, сделайте небольшим таким списком в каком-нибудь уголке. Это просто, чтобы легче было понять, что да, что-то вы использовали, что-то вы проработали и оценить вообще объем. Стилизация может быть какая угодно, но в принципе здесь стилизация не так жена. Самое главное это, чтобы у вас появилось ощущение тайминга, появилось ощущение массы, объема, чтобы вы могли сжимать-разжимать ваши объекты, делать где-то преувеличение, если это нужно. И так далее. То есть полностью постарались проработать и 12 принципов, и те виды интерполяции, которые я вам рассказала. То есть обязательно работайте с интерполяцией, потому что если вы не будете этого делать, то у вас просто не получится визуализировать эти 12 принципов, или сколько вы сможете выбрать. По техническим аспектам давайте сделаем full HD, потому что обрезать до квадрата это не проблема. full HD 25 или 30 кадров в секунду. Не забываем про квадратные пиксели, пожалуйста. Это, конечно, очень важно, чтобы ваша анимация корректно отображалась. Ну и раз мы с вами начали делать видео, раз мы с вами начали уже подходить к тому, что нужно сдавать видеофайлы, я хочу еще рассказать немного о том, как рендерить и как выводить вообще видео из автора. Видео из автора вы можете выводить несколькими способами, непосредственно из автора и с помощью программы Media Encoder, Adobe Media Encoder. Я рекомендую вам поставить Adobe Media Encoder, потому что с ним очень легко и просто работать. И я сейчас покажу непосредственно, как выводить видео с помощью Media Encoder. Для того, чтобы сделать ваше домашнее издание, вам этого более чем хватит. И, в принципе, для того, чтобы работать, тоже достаточно. Чуть попозже я покажу, как все это подробнее сделать. Вот у меня есть моя анимация какая-то, да. Я обязательно выбираю рабочую область, как я буду это дело все рендерить. Вот выбираю полностью все. Есть. Кроме того, Media Encoder не воспринимает фон вашей композиции. Он вам посчитает все на черном фоне. Если я хочу белый, то мне нужно создать Solid, и у меня будет мой бэкграунд, да, какой-то. Бэкграунд, окей, есть. Нижний план. Все, теперь у меня есть эта подложка. Что я делаю? Я запускаю свой Media Encoder. Обязательно следите, чтобы Media Encoder, версия этой программы, совпадала с вашим автором. То есть, если у вас 17-й автор, то и 2017-й Media Encoder должен быть. Иначе он не посчитает, ничего не поймет. Так, вот так выглядит Media Encoder. И я сюда просто перетаскиваю свою композицию. Вот, кидаю ее сюда. Все, у меня открылся Encoder. Следите за тем, чтобы прежде, чем вы перетащили вашу композицию в Media Encoder, у вас всегда стояло качество Full для просчета. Иначе Encoder подтянет, что у вас стоит здесь качество четверть, и будет у вас все очень плохо выглядеть в финальной версии. Вот в Media Encoder. Здесь можно сделать и три настроечки. Давайте откроем. Мне сейчас стоит MP3. Мне не нужен MP3. Мне нужен формат H264. Обязательно. Это формат для MP4 файла. Он бьет немного. Он, ну, самый-самый удобный. Пожалуйста, не считайте мувики, не считайте авишки. Они весят миллиард просто гигабайтов. Они очень тяжелые. Мувики подходят для, скажем так, промежуточных файлов. Если вам нужно что-то пересчитать, и чтобы качество не упало, да, окей, мувики подходят. Но у нас с вами уже закончена условная композиция, финальный формат, поэтому H264. Давайте пробежимся по настройкам. Открою H264. Жмакну на него. Сейчас Encoder немного подумает. Вот открывается окно настройки. Здесь все, на самом деле, не так сложно, как возможно кажется. Формат H264 оставляем. Экспорт видео, аудио, окей, пусть будет. Листаем чуть ниже. Здесь у меня по умолчанию стоит с атрибутами исходного файла, потому что я в авторе все настроила, как мне нужно. 1920 на 1080, 25 кадров в секунду, все окей. Тратные пиксели, то есть все супер. Здесь вы можете немного поменять битрейт, сделать более высокое качество, чем изначально предлагает вам Media Encoder. Битрейт 10 и 12, это будет, ну, сносно, будет неплохо. Но в дальнейшем, если вы захотите отдать там получше качество своему клиенту, то можете поставить, допустим, 20, и это будет гораздо лучше. 20, 50. Но учтите, что это все занимает время рендера, то есть будет гораздо дольше все это дело считаться. Давайте оставим 20, скажу окей. И все, нажимаю кнопочку play, вот сейчас он просчитает у меня достаточно простую анимацию, и вот сюда он сохранил. Давайте откроем, вот мой mp4 файл. Все очень классно, все так же, как вот у меня в моей композиции, с хорошим качеством. Если бы был звук, был бы и звук. Вот такой несложный рендер, вот такой несложный алгоритм рендера в Media Encoder, очень удобный. Поэтому с помощью этого несложного алгоритма вы можете посчитать свои домашние задания. Только главное иметь Media Encoder. Пожалуйста, еще раз говорю, не присылайте QuickTime. Там просто гигабайты будут на пару секунд. Это, конечно, не то, что хотелось бы. Вот, и овишки тоже не стоят. Это что касается рендера. В общем, на этом у меня на самом деле все. Я надеюсь, это было познавательно для вас. Я постаралась рассказать все с примерами, с какими-то историями, с которыми сталкивалась сама, с которыми сталкивались ученики, коллеги и так далее. Надеюсь, понятно, по домашнему заданию я добавлю также эти примеры, несколько примеров. Вы, прежде чем начинать свое домашнее задание, как всегда, не пропускайте этап референсов. Посмотрите на Dribble в Инстаграме, на Пинтересте, как анимируются такие несложные паттерны, композиции с простыми фигурами. Это очень классное упражнение, и, кроме того, оно достаточно простое, с одной стороны, но, с другой стороны, хорошо помогает чувствовать так, и выглядит достаточно эффектно. Особенно если добавить саунд-дизайн, то вообще будет просто бомба. Так что на этом у меня все. Всем пока, до встречи в следующей лекции. Продолжение следует...